Следующий сюжет создан при поддержке замерзших и промокших пассажиров общественного транспорта. Мы продолжаем рассказывать о недоделках на остановках города. Этот материал был снят во время погоды, которую народ недолюбливает больше всего именно в ожидании маршрутки или трамвая. Далее рубрика «Челнинские остановки». Перекресток проспекта Вахитова и улицы 40 лет победы. Раньше в этом месте была остановка магазин «КамАЗа». Теперь она называется «Детские сады». Но перемены не отразились на ее обустройстве. Остановочные павильоны расположены по обе стороны. Если со стороны 54-го комплекса все в порядке, то, напротив, недочеты имеются. Да еще какие. Ты-то сам, конечно. Это надо, как это, надо кодос просить. Так что не делается. Сейчас тут вот зима будет, ветра, дождь, снег. Я считаю, что это безобразие. Со стороны 53-го комплекса на все разнообразие общественного транспорта, здесь ездят и трамваи, и автобусы, только один павильон. Люди, которые держат путь в сторону заводов, вынуждены мокнуть и терпеть до тех пор, пока не подойдет нужный маршрут. С одной стороны есть, с другой стороны нет. И стоять под снегом, под дождиком. И не знаешь, здесь остановка. Это ладно, я здесь живу, знаю. А как бы люди проходят мимо, нет ничего. Даже стоять негде. И брызгается, вот так они проезжаются. Места для установки павильона достаточно. Например, студенты, расположенные неподалеку вуза, считают, что здесь должно быть укрытие более функциональное, чем просто крыша над головой. Не хватает остановок, закрытых именно, и мини-магазинчиков, что ли, чтобы студентам там тоже что-нибудь купить, покушать, попить. Однако большинство уже и не верит в то, что здесь когда-нибудь появится павильон, под которым можно будет хотя бы укрыться от осадков. Все равно хороший павильон не построят, не укроешься. Отсутствием каких-либо укрытий на остановках, особенно трамвайных, в нашем городе вряд ли кого-то удивишь. Например, железнодорожная развязка напротив здания ГИБДД. Здесь есть остановка как со стороны проспекта Беляева, так и со стороны первой автодороги. На две остановки лишь один павильон. Народ мокнет, но мирится с ситуацией. Егор Орлов, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны. РНТВ. Набережные Челны.